Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! Смотрите сегодня. Лучший сам очередной застройщик в Адлере приступил к сносу самостроя. В сроках его строго ограничили. Инклюзивное образование, медицина, помощь пенсионерам. Эти вопросы стали главными на планерном заседании общественной палаты города. В Сочи для пловцов с синдромом Дауна проходят учебно-тренировочные сборы. На курорт прилетели 13 спортсменов. В Сочи стартует фестиваль йоги. Праздник здорового образа жизни пройдет под девизом «Дыши!». За достойную старость в Краснодаре открыли дополнительный корпус государственного центра по уходу за пожилыми людьми. Учреждение принимает до 50 человек. С первыми постояльцами встретился губернатор Кубани. В центре они получают полноценный присмотр и круглосуточную медицинскую помощь. После осмотра медучреждения глава региона провел краевое совещание, посвященное в целом вопросам социальной поддержки граждан пожилого возраста. Все подробности знают наши краснодарские коллеги. Подъем, завтрак и легкий фитнес. Физические упражнения здесь неотъемлемая часть терапии. Чем меньше свободного времени, тем лучше понимание того, что движение жизнь, как ни странно, приходит с возрастом. Это разминка я делаю. А так я утром одеваю протез до обеда. Тогда вопрос, для чего протез? Если не бегать и не ходить. В новый корпус центра по уходу за пожилыми людьми Юрий Никитин переехал несколько дней назад. Не пропустил ни одну утреннюю зарядку. В молодости бегал марафон. Он и сейчас не прочь в свои 80 поучаствовать в забеге. А вот его сверстница Валентина Бабенчик предпочитает арт-терапию. В творческом кружке пишут картины, создают инсталляции. А вязаные шапки и шарфы Валентина Тимофеевна дарит персоналу. Вязать люблю. Читать люблю. Почитаю, отложу. Повяжу немножко. Потом опять. Поэтому время у меня, конечно, потихонечку. Когда занимаюсь чем-то, время быстро бежит. Дополнительный корпус государственного центра по уходу за пожилыми людьми совсем не такой, каким обычно представляют подобные учреждения. Светлые коридоры и просторные комнаты со всеми удобствами. Здесь их принципиально не называют палатами. Живут подвое. Больше похоже на санаторий. Полноценный присмотр и круглосуточную медицинскую помощь тут одновременно могут получить 50 человек. С первыми постояльцами сегодня встретился губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Самым молодым из них 70 лет. Насколько вы себя ощущаете здесь комфортно, вам хорошо здесь? Вы чувствуете себя, что здесь ваш дом? Отношения очень отличные. Отношения буквально санитарочки, повара. И все относятся с уважением к нам. А нам это очень важно. Вы знаете, вот песня молодым. Везде у нас дорога, а старикам у нас почет. Вот важно, чтобы мы не только пели, а вот так жили. Поэтому вам здоровье главное. Здоровье. Продолжайте жить. Продолжайте жить и радоваться жизни. А мы максимально постараемся в этом помочь. Чаще всего попадают сюда одинокие люди. Те, у кого не осталось родственников. Поэтому создать ощущение дома – главная цель персонала. Наша задача, помимо лечения, конечно же, создать хороший эмоциональный фон, хорошее эмоциональное настроение. Люди у нас не должны страдать от одиночества. Это 50% успеха, если человек будет хорошо себя чувствовать. После небольшой экскурсии глава региона пообщался с сотрудниками центра. Современное оборудование, комфортные условия – всего лишь полдела. Атмосфера и внимание лежат на этих, чаще всего, хрупких плечах. Вы создаете им вот такой мир, который для них является миром активности. Вот такие социальные работники, неважно здесь, в этом центре, в целом по краю, это жить где-то чужой болью, чужой судьбой отчасти, потому что судьба-то непростая, туда кто приходит или к кому приходят социальные работники. Поэтому соцработник – это не работа, это, наверное, образ жизни. Там, если человек приходит туда работать, он долго не держится. Если он будет эту работу выполнять, как просто работа. Это ощущение нужности, ощущение своей полезности, ощущение того, что на самом деле служишь человеку или людям, которые оказались в этой жизненной ситуации, в пожилом возрасте. И вот это, наверное, отличная черта, такая способность отдать себя другими, если им нужна эта помощь. В целом о социальной поддержке пожилых людей в крае говорили уже на отдельном совещании. Тема крайне чувствительная и касается более чем полутора миллиона человек, то есть каждого четвертого жителя Кубани. Как отметил Вениамин Кондратьев, в экономически развитом регионе необходимо сделать все, чтобы они чувствовали себя комфортно, а главное – ощущали конкретную, абсолютно ощутимую помощь. Губернатор обратился к главам районов. В этом вопросе не может быть холодного безразличия. Каждому, кому нужна поддержка, стоит подходить адресно. Если нужна программа поддержки, адресная помощь тех стариков, которые нуждаются в поддержке и заботе государства, значит, давайте такую программу снова сделаем. Но просто быть безразличными – это не совсем правильно. При такой финансовой обеспеченности сегодня и бюджета, в том числе, я понимаю, мы сегодня достраиваем, строим, планируем, инвестируем. Ну, старейки – это тоже наша жизнь. И вот она у них не должна быть в прошлом, эта жизнь. Они должны жить в настоящем. Главы муниципальных образований, адресно подготовьте списки конкретно нуждающихся в этой помощи. Адресная помощь в случае трудной жизненной ситуации человека пожилого возраста. Вот продумать, как здесь поддержать этого человека. Адресно поддержать. В рамках национального проекта «Демография» уже в этом году на Кубани свою работу начнут в семи гериатрических отделениях, где люди преклонного возраста смогут получить оперативную и качественную помощь. Мениамин Кондратьев поручил рассмотреть возможность открытия таких отделений в каждой районной больнице. Также в крае создается сеть специальных кабинетов при медучреждениях, куда смогут обратиться люди старше 70 лет. Не забывают и о тех, кому до поликлиники или больницы дойти уже сложно. На дом выезжает группа специалистов – врач, соцработник и психолог. А одиноких пожилых людей под опеку берут приемные семьи. Есть практика, которая у нас реализуется на территории края – это определение стариков в приемные семьи. Мы эту практику реализуем. В принципе, она хорошо работает. 263 семьи в крае реально приняли стариков, и они живут в семьях. И это тоже очень-очень приличная практика. В крае сохраняются все меры поддержки и выплаты людям старшего поколения. 6 тысяч человек уже улучшили свои условия проживания. Это ветераны Великой Отечественной и вдовы участников войны. С начала этого года около 60 человек получили квартиры. Конечно, немало тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Будь это одиночество или тяжелые болезни, и здесь важно протянуть им руку. Помимо социальной поддержки и профессионального медицинского ухода, абсолютно все пожилые люди должны быть окружены заботой и вниманием, не разделяя их на категории, уверен губернатор. Делать вид, что нет таких одиноких пожилых людей в нашем крае, не можем, не имеем права. И они тоже хотят жить активной жизнью, в нормальных, качественных условиях. Это естественно, они же тоже люди. Даже пусть им за 70, за 80, за 90, они хотят оставаться людьми. И насколько они смогут жить в человеческих условиях, в людских условиях, в людских. Зависит в данном случае, исходя из их возраста и жизненной финансовой возможности от нас. Давайте просто тоже будем людьми, не безразличными. Лучше давайте мы позаботимся о них. Кто-то через время будет заботиться о нас. Достойные условия для активного долголетия позволят выполнить задачи, прописанные в майском указе президента. А именно, увеличить продолжительность жизни к 2024 году до 78 лет. Яна Бузычкина, Александр Иванченко, Алексей Комаров и Денис Перец, Кубань-24, Краснодар. А в Сочи очередной застройщик приступил к сносу самостроя. Речь о пятиэтажке на улице Урицкого. Власти Сочи готовы пойти на компромисс с застройщиками, но только в интересах жителей. На этой неделе глава города Анатолий Пахомов встретился с владельцами объектов, снос которых можно отменить. Но только в том случае, если в доме проданы квартиры и уже проживают люди. И при условии, что в суде будет представлена экспертиза, доказывающая, что строение безопасно, и в нем есть необходимое количество коммуникаций – свет, вода, канализация. Всего же в списке под снос в Сочи числится 54 крупных объекта. Сегодня по решению суда подрядчик должен был приступить к сносу незаконной пятиэтажки на улице Урицкого. Но застройщик, понимая, что в таком случае останется с долгами и без земельного участка, обратился к приставам с просьбой дать ему самостоятельно снести незаконный дом. Договорились с администрацией, они пошли на уступку. Спасибо всем, потому что земля остается нам. Мы уже начали снос на свои средства. Я думаю, что в течение месяца мы сроку уложимся. Был подписан договор, где в договоре указано, что в течение месяца должник обязуется сам снести добровольно этот объект. Если он его не сносит, то организация заходит на этот объект, сама его сносит, и данная земля будет передаваться уже в счет погашения расходов на данный снос. Дом Наурицкого должен был быть частным, на одну семью. По крайней мере, именно на это выдано разрешение. Но в итоге здесь многоквартирный дом. Объекты, которые сносятся сейчас, были незаселены по сведениям из Единого государственного реестра недвижимости. Там не было граждан каких-либо прописано, прав на объекты зарегистрировано не было. В связи с чем администрация города Сочи, был организован снос этих объектов в соответствии с судебными постановлениями. На другом объекте, на улице Хуторской, работы уже ведутся полным ходом. Демонтированы легкие конструкции, сейчас идет демонтаж несущих бетонных сооружений. Причем с обязательным соблюдением норм безопасности. Ограждения на дороге и тротуаре, соседние дома завешены специальной сеткой. Работы проводятся строго с 8 до 18 часов, чтобы не мешать соседям. Борьба с самостроями ведется на курорте не первый год. В прошлом году были снесены два незаконных многоквартирных дома на улицах Ружейной и 65 лет Победы. В этом уже шесть таких объектов. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Инклюзивное образование, медицина, помощь пенсионерам – эти вопросы стали главными на пленарном заседании Общественной палаты города. Глава Сочи Анатолий Пахомов поблагодарил общественников за хорошую работу и заострил внимание участников на реализации нацпроектов. Социальные гарантии для пенсионеров, борьба с нехваткой узких специалистов, увеличение мест в сочинских школах – все это задачи Общественной палаты на ближайший год. Одна из ключевых тем дискуссии – реализация нацпроектов. По словам Анатолия Пахомова, в Сочи идет работа по нескольким направлениям в этой области. Сегодня те задачи, которые направлены на улучшение качества жизни, они подкреплены нацпроектами. И сегодня та же набережная по реке Мацеста, она строится за деньги национального проекта. Мы сейчас делаем велосипедную дорожку там же по Мацесте, там же будут установлены спортивные сооружения. Один из ключевых вопросов встреч – развитие инклюзивного образования в городе. Отмечу, в детских садах Сочи прибывает более 1250 детей с тяжелыми нарушениями речи. Более 200 – с особенностями зрения и столько же с задержкой психического развития. Специализированных групп для таких малышей крайне мало. То же самое и в некоторых школах. Классы переполнены и особенным детям приходится учиться по усложненной программе. По словам участников заседания, эту проблему нужно отнести к первоочередным. Во многом она решается уже сейчас. У нас 1161 ребенок на инклюзивном образовании. При этом большее число, 1661 человек, занимается по адаптированной программе. В школе же у нас таких детей на инклюзии полные 462 человека. 12 для частичной инклюзивной и по адаптированной программе, то есть по специальной программе, не инклюзивной программе сейчас 771 ребенок. Также участники пленарного заседания обсудили возможность предоставления льгот различным категориям сочинцев на посещение культурных мероприятий. Глава курорта отметил серьезную работу общественной палаты в этом и других вопросах. Также он добавил, что общественники оказывают большую поддержку власти и помогают выстраивать диалог между жителями и муниципалитетом. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 21 июня в Сочи переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 22, плюс 24, днем 27-29 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 24. Компания «Соут» приглашает на выставку бьюти-инноваций, ювелирных изделий и моды «Территория красоты» и фестиваль народных мастеров и художников России. С 20 по 23 июня «Жемчужина» в ход свободный. Пограничники прекращают прием заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж. Вступили в силу постановление правительства и приказ МВД России. Теперь для подачи заявлений о несогласии на выезд ребенка из страны необходимо обращаться в подразделения по вопросам миграции МВД по месту жительства. Во избежание конфликтной ситуации на границе родителям рекомендуют самим заранее удостовериться в отсутствии у ребенка ограничения на выезд. Это можно уточнить как у второго родителя, так и в миграционных подразделениях МВД. При выезде без родителей ребенок должен предъявить на паспортный контроль нотариально заверенное согласие от них. Сочинские депутаты взяли шефство над детскими площадками. Речь о летних пришкольных и дворовых площадках нашего двора. В Дагомесе, например, школьники сами решают, что им нужно для яркого и активного лета. Подробнее Инга Габешия. Учебный год закончился. В школьном дворе 76-й гимназии в Дагомесе по-прежнему много детворы. Школьники приходят сюда каждый вечер на площадку нашего двора. Здесь ребята играют в футбол и баскетбол, шахматы, занимаются творчеством. Теперь проводить время на площадке будет еще интереснее. Депутат городского собрания Сочи Сергей Эксузян подарил детям спортивный инвентарь. Мечи, кегли, ракетки, обручи и скакалки. Все, что нужно для игр на свежем воздухе. Летняя кампания – это всегда много затрат, потому что ребята приходят отдыхать, играть, им надо развлекаться, потому что закончен тяжелый учебный год. И поэтому всегда возникает проблема, в том числе и со спортинвентарием. И вот здесь всегда мы находим поддержку от него. И в этом году также он нам не отказал. Мечей и ракеток хватит не только тем, кто приходит вечером в школьный двор, но и для дневного летнего лагеря, который работает на базе гимназии. Депутат по 13-му Дагомузскому избирательному округу помогает и площадке в селе Барановка. А еще депутат планирует оборудовать на улице Армавирской площадку для воркаута, занятий на турниках. В целом по округу сейчас занимаемся все же такими спортивными площадками, детскими игровыми площадками. Я вижу, что люди выходят и занимаются там. Сегодня есть желание здесь сделать мини-футбольное поле. Это для детей, начинающих увлекаться футболом. Будет поле, мы его сделаем своими усилиями. Дети поселка Дагомыс, я думаю, что ездить никуда не будут, заниматься будут здесь. Ну а что касается площадки нашего двора. Это уникальный сочинский проект. Его цель – объединить ребят с района, креативно подойти к организации их досуга, сделав лето незабываемым. Программа, а это спортивные турниры, экскурсии и полезные мастер-классы, здесь расписана на три месяца. Площадки работают в будни, по вечерам. Всего таких в Сочи – 147. Инга Габейшая, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Сочи для пловцов с синдромом Дауна проходят учебно-тренировочные сборы. На курорт с родителями и тренерами прилетели 13 спортсменов из Москвы и Подмосковья. Смена открылась мастер-классом четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Попова. Молодые пловцы хорошо держатся на короткой воде. Так спортсмены называют бассейн длиной в 25 метров. Кстати, этот бассейн в гранд-отель Поляне построила Академия Александра Попова. Организовали сборы фонд президентского центра Бориса Ельцина и благотворительный фонд «Победим вместе» при поддержке Академии Попова. Плавание способствует не только психоэмоциональному развитию ребенка, оно способствует и физическому укреплению организма. Наше нынешнее мероприятие, которое мы совместно с ребятами проводим, даст им серьезный хороший результат, толчок, так сказать, при движении вперед. Давай, Варя! Пловцы, которые покажут лучшие результаты, впервые станут участниками международных детских игр на призы олимпийских чемпионов Кубок Александра Попова. Турнир пройдет в Казани в начале декабря. У наших детей появится возможность принимать участие в соревнованиях рядом, совместно, в одних и тех же соревнованиях с обычными спортсменами. Для нас это чрезвычайно важно. После мастер-класса состоялся круглый стол, где олимпийский чемпион с представителями Департамента физической культуры и спорта и социальных учреждений города обсудили тему инклюзивных спортивных проектов. 21 июня в Сочи стартует фестиваль йоги. Он посвящен Международному дню йоги. Праздник здорового образа жизни пройдет под девизом «Дыши». В парке Ривьера в пятницу с 9 утра заработают площадки йога-студий. Там проведут бесплатные мастер-классы. Профессиональные инструкторы познакомят всех желающих с доступными техниками различных направлений йоги. Причем программы подготовлены для разных возрастных групп, а также для людей, имеющих различные проблемы со здоровьем. Изюминкой фестиваля йоги организаторы называют дегустацией вегетарианских блюд. Одежда и обувь, косметика и предметы для украшения интерьера. В Сочи открылась традиционная летняя выставка «Территория красоты». Здесь можно не только сделать покупки, но и принять участие в мастер-классах и презентациях. И даже выиграть драгоценный камень. Обо всем по порядку в нашем сюжете с открытия выставки. Бьюти-инновации, ювелирные изделия и мода. Выставочный центр Гранд-отеля «Жемчужина» превратился в территорию красоты. Так называется выставка, которую уже в 13 раз проводит компания «Соут». Более 100 компаний представили косметику, ювелирные изделия, украшения для дома и интерьера, одежду и обувь. Много-много-много всего, что делает нашу жизнь интереснее, прекраснее. Вы сможете подобрать здесь себе красивые луки, создать настроение отдыха, купить шляпы, пляжные сумки. И все, что сегодня делает нашу жизнь, немножко приятнее, немножко вызывает улыбку. На открытии выставки коллекцию одежды показали юные модельеры, которые сами придумали и шили свои платья и костюмы. Посетители увидели и дефиле в нарядах от известных брендов. Привезли вам шикарную коллекцию для гостей, для жителей Сочи, Краснодарского края. Очень хотелось бы, чтобы все были довольны, чтобы все были счастливы. Ушли с таким чувством, что они побывали на модном показе. В рамках выставки «Территория красоты» проходит и фестиваль народных мастеров и художников России. Сегодня хендмейд уже прочно вошел в индустрию моды и стал синонимом хорошего вкуса и стиля. Вот, например, продукция московской студии. Все вещи выпущены небольшим тиражом, а значит уникальны. Вот посмотрите. Каждая ниточка выложена вручную. Потом это фиксируется на специальном оборудовании. И потом методом термопереноса наносится уникальный принт. В этом рисунке мы использовали мотивы из средневековой, раннехристианской мозаики в городе Равенна. Не только сделать приятные покупки, но и стать участником презентации, мастер-классов от бьюти-специалистов, а еще попытать удачу в розыгрыше призов. Все это для гостей выставки «Территория красоты». Кстати, главный приз – сертифицированный бриллиант. Выставка работает в гранд-отеле «Жемчужина» по 23 июня с 11 до 19 часов. Вход свободный. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте – fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютюбе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.